Друзья, приветствую вас на канале о Сложенном Просто. Сегодня будем говорить про Unity World для MongoDB. МонгоDB это продолжение видео, которое было снято совершенно недавно. И речь в нем шла про NGD-пакет, который позволяет достаточно быстро начать разработку с использованием базы MongoDB. Ну и при этом как бы использовать некоторые концепции, описанные в паттерне Unity World. Сегодня я хочу вам показать предикат Builder. И надо сказать, что линк-ку запросы не совсем корректно, или наверное не совсем так, как хотелось бы работать с MongoDB. Ну давайте переключимся в, собственно говоря, Visual Studio. А перед тем, как переключиться, напоминаю, что подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарии, может быть даже зайти в блог, или может быть даже сделать какой-нибудь донат. Ну в общем, давайте переключаться, не забывайте, что есть еще и другие каналы на других платформах, где мы выкладываем видео, ну в смысле я и Колобонго. В общем, давайте переключаться и начнем. Итак, друзья, для начала хотелось бы напомнить, что такое Unity World для MongoDB. Это Nuget пакет, в котором попытка реализовать этот самый Unity World паттерн. В этом Nuget пакете есть возможность подключения через App Settings или прям напрямую в контейнере можно зарегистрировать объект Unit of Work для MongoDB. Есть примеры использования, в общем-то в этой статье они описаны. Ну а также есть некоторые дополнительные фишечки, которые там, например, разбиение на странице и есть транзакции, которые не подключены, примеры использования, вот вы видите. Также есть видео, которое описывает предыдущие реализации и сегодня я хочу показать новую фишечку, которую я, в общем-то, реализовал совершенно даже недавно, ну дополнив этот самый Unity World для MongoDB. Надо сказать, что я по просьбе наших читателей, так сказать, добавил настройки реплики и создания администратора. Ну вот в MongoDB, когда реплика создается, нужно, чтобы там был администратор, к которому подключиться. В общем, сначала начнем. У меня есть MongoDB и где-то тут сейчас. Собственно, Гриот она подключена, называется она My Database, как видите, она пустая. И теперь в приложении, которое есть в разделе Samples, ну то есть примеры, это вы, ну, какие-то ссылки, которые вы можете найти на сайте или в описании ниже. Я здесь, так, давайте по конфигурации, где-то здесь, здесь есть вот такой функционал, я показывал в прошлом видео, где мы можем создать документы, вот таким вот образом создать, показать и удалить. И, в общем, вот таким вот образом это выполняется, как вы видите, то есть они были созданы, показаны и удалены. Ну, для того, чтобы с ними поработать, я, наверное, вот такой вот способ сделаю, сделаю, создам эти документы в базе данных, вот они созданы, а теперь, в общем-то, давайте отключу русского создания, что при каждом запуске для него транзакции мы не будем ничего с ними делать, а здесь вот такой, добавлю небольшой раздел и напишу link you, предикаты. В общем, вы знаете, что такое предикаты, и, собственно, речь идет о том, что препозиторий, который предоставляет сборка, который называется MongoDB Driver, вокруг, собственно, игры, которая построена, вот эта вот Unit of Work надстройка, у него есть такое понятие, как Collection, и у него есть Asquerable. Ну, вот, если говорить про Total, допустим, мы хотим узнать, сколько, мы здесь можем посчитать, как, Count, и сказать, что мы хотим посчитать. Ну, так, давайте сделаем таким образом, давайте напечатаем, сколько, какие документы есть, я, честно говоря, не очень помню. А, ну вот, у нас есть Title, да, начинается, ну, давайте посчитаем, сколько у нас Title, который начинается на 29, ну, это было бы, наверное, интересно. Теперь снова отключим Print documents, чтобы они нам не мешались, и теперь посчитаем вот такое вот слово Title, Start with, ну, в нашем случае это будет Title, ну, пусть будет 29. И мне нужно какой-нибудь логер, который сделает Log Information, ну, пусть будет Total, или даже, знаете, вот так я сделаю запятая. В общем, Structure, как он, структурное, короче, логирование, ну, вот таким вот образом я сделаю и запущу. Ну, и, как вы видите, у меня эта штука сработала. Тут, наверное, давайте напишем, да, вот, Total, ну, чтобы отличать, еще раз запустим. Вот, она это нашла, да, вот, 101, у меня, в общем-то, этот документ, который начинается на 29, на Title 29, но что, если я захочу, ну, допустим, взять, чтобы посложнее, ну, например, я хочу эти документы получить, это будет Title, здесь будет Title 1, здесь будет Title 1, ну, тут уже не Total, да, наверное, будет, давайте, у меня есть документ Harper, в котором есть, вот, print документ, да, и сюда можно отдать items 1, соответственно, и логер, ну, вот я вот этим, таким вот образом поступлю и запущу, и, как видите, все прекрасно работает, у меня item получил, давайте еще раз сделаем с breakpoint, там уже, у меня item отработал, прекрасно, я вижу здесь все документы, и, соответственно, ну, такое расширение, как iQueryble, прекрасно работает. Теперь давайте немножечко усложним, и, ну, для примера, давайте добавим еще какое-то условие, ну, например, что-нибудь там, state, равен, ну, пусть будет черновик, давайте запустим, проверим, опять работает, я все вижу, ну, надо, наверное, добавить вот что, я хочу, я хочу здесь добавить информацию о том, сколько у меня всего item, и я сделаю такие вот способы, total 1, двоеточие, поставим здесь такую штуку, и здесь напишем items, count, ну, пусть будет вот так, ну, потому что выводить их, наверное, особого смысла нет, хотя, наверное, пусть выводят. Так, breakpoint давайте уберем, и запустим еще раз. Ну, и как вы видите, у меня всего 50 записей, вот они все выведены, все отлично, все прекрасно. Ну, а если говорить конкретно про MongoDB, то у нее есть такая штука, когда вы можете, ну, наверное, сказать правильно, собирать запросы из разных подзапросов. Ну, наверное, так, давайте я вам покажу. Давайте мы пишем var items 2, ну, давайте они так, начнем с этого, репозиторий, collection, мне нужно получить все, иначе я должен написать find, ну, в данном варианте будем такой же запрос писать, только такой же, как на equitable, такой же будем писать для этого. Мне нужен сюда фильтр, нет, мне нужен сюда фильтр, запятая, здесь мне пусть будет no, и здесь я должен еще добавить cancellation token, ну, в общем, такой не совсем простой вариант. так вот, для того, чтобы у меня, это у меня будет курсор, грубо говоря, который пробежится по базе, и потом мне var items равно курсор to list, ну, во-первых, здесь должно быть тогда await, здесь тогда await, и здесь тогда to list, и, наверное, будет лучше использовать async, и сюда лучше добавить cancellation token, ну, в общем, вот такое. теперь мне нужно сделать фильтр, var, пусть будет filter равен builders, я вот таким вот образом сделаю, order base.filter, ну, вот сейчас у меня этот фильтр, вообще, собственно говоря, ничего не делает, ну, вернее, вот так вот, если поставить empty, то есть у меня пустой фильтр, сейчас он вернет мне все, давайте я прямо вот так вот сделаю, что здесь у меня items, то есть называется to list, и, соответственно, сделаем total, тоже 2, тоже items, в общем, практически один и тот же функционал, только сейчас у меня один фильтрует, и второй нет, ну, и вот, видите, она выполнилась, один фильтровал 50 записей, второй ничего нет фильтровал, как теперь этот фильтр добавить, изменить, ну, на самом деле, тут тоже все достаточно прозаично, ну, давайте я вот так сделаю, пусть у меня фильтр, во-первых, я могу здесь стереть и написать equal, то есть, как раз выбрать через глянное выражение, что, ну, например, что у меня, первый, что там стоит, title, ну, давайте напишем title, и здесь мне нужно написать юри гекс, чтобы по образу и подобию было, такой же, как запрос получился, как вот этот, title 29, ну, мне нужно поставить, начинается она, соответственно, вот такую штуку поставить, ну, или я вот так вот делаю, чтобы явно ее было видно, когда я что-то ищу, ну, и здесь у меня немножко не сложилось, потому что фильтр у меня здесь, фильтр, а мне нужен еще билдер, я, да, я неправильно сделал, давайте сделаем, что у нас вот это вот будет, фильтр, билдер, var filter будет равен фильтр, и так, фильтр билдер, вот таким вот способом, ну, здесь, конечно же, ри гекс, собственно, чтобы она искала, можно добавить option, который подскажет, что вариант, ну, у меня пусть будет вариант, хотя можно показать, что ignore case, или явно указать, в общем, неважно, в данном случае я ищу без учета, здесь тоже ignore case, ну, в общем, теперь у меня фильтр должен сработать, а, мне еще state нужно добавить, теоретически, я могу сказать фильтр, нет, я могу сказать фильтр, прибавить, ну, то есть, сложить, как бы, еще вот такое вот условие, фильтр-билдер, который скажет, что, так, equal, да, мы в этом случае, как раз equal, здесь мы поставим лямбду, здесь поставим state, и скажем, что draft, вот, смотрите, что получилось, я, как бы, вот этой вот фразой, через equal, собрал, ту коллекцию, которую нужно получить, а вот здесь пришлось, немножко, ну, поделать фильтра в пачку, давайте проверим, что они действительно работают, и у них вывод одинаковый, да, total 50, total 50, и, как вы видите, коллекции одинаковые, вот, собственно говоря, к чему я веду, на самом деле, вот то, что можно вот таким вот образом, так сказать, ну, разбивать фильтры, да, и дополнять, заполнять их, например, в отличие от каких-либо условий, ну, например, если, там, какое-то условие, тогда добавить этот фильтр, в противном случае, типа, там, его не использовать, ну, например, и в true, который всегда true, соответственно, у меня здесь будет 50, если я здесь какую-то условию сделаю false, сделаю, снова запуска, этот у меня фильтр не применится, в общем, на самом деле, это удобно очень, и суть стоит в том, что это, когда делаются очень сложные запросы, очень сложная фильтрация, особенно, там, на страницах поиска, когда, в зависимости от того, какие параметры дал пользователь, сделав запрос, это, на самом деле, очень классно помогает, и, с другой стороны, вот эта сложность, она, как бы, ну, нет, это, наверное, не сложно, это немножко по-другому, если все-таки клинтю возвращаться, то, вот эту вот команду, можно тоже, разложить на предикаты, то есть, мы знаем, что это предикаты, и, соответственно, давайте, я вот это закомментирую, мне это, в принципе, уже неинтересно, я хочу показать, как вот этот вот, iQueryable, можно использовать с предикатами, ну, во-первых, есть такая штука, называется, предикат, вар, давайте назовем его, предикат, предикат, билдер, ну, вот, этот предикат, билдер, ну, и первое, что нужно поставить, мне, true, и выбрать, какой-нибудь объект, то есть, я по умолчанию говорю, что, у меня есть предикаты, только для того, чтобы стартануть, создание этого предиката, то есть, вот, он у меня создан, с начальным условием true, не важно true, просто, это заглушка, ну, и дальше, предикат, я могу таким же образом, собирать, как и в предыдущем случае, предикат, и здесь мне нужно выбрать, вот, смотрите, здесь у меня, есть, вот, такое вот, то есть, я вот к этому предикату, который был создан, добавляю еще одно условие, и, это у меня условие называется, title, ну, прям вот так возьму, вот так вот, возьму, control, x, и вот сюда, вот таким вот образом, ставлю, то есть, вот у меня предикат собрался, ну, x, конечно же, один, и теперь, собственно, я могу сделать, такой второй же предикат, который взять вот отсюда, вот таким вот образом, и сказать, что вот сюда поставь мне второй предикат, и, соответственно, я теперь этот предикат, могу отдать выражение, where, и, собственно, это было бы чудно и замечательно, и, соответственно, если, допустим, true, добавить это условие, если false, то не добавлять, в общем, вот таким вот образом можно строить предикат, по возуподобию, как это делает фильтр для MongoDB, из коллекции MongoDB Driver, но суть сводится к тому, что вот эта штука у меня сейчас не сработает, потому что, на самом деле, unsupported фильтр, не знает, собственно говоря, вот эта самая Mongo коллекция, которая используется в MongoDB, о том, что делать вот с этой штукой, которая, в общем, непонятная хрень, ну, и тут на помощь приходит, как раз вот эта сборка, которая называется Unit of Work, я могу сказать, что я этот фильтр хочу использовать, как на расширяемой, в общем-то, коллекции, и, собственно, вот если сейчас я его выполню, то у меня, как видите, опять 50, и, соответственно, это все заработало, без каких-либо дополнительных, там, телодвижений, то есть, вот, без фильтра, 101, с дополнительным фильтром, ну, в общем, вы видите, что это работает, вот эта штука, позволяет, таким же образом, абсолютно так же, использовать предикаты, которые используются в I-Qualible, ну, то есть, вот эта I-Extendable коллекция, она, собственно говоря, фишка этого Unit of Work, и, вот почему, смотрите, у меня сейчас, коллекция, использует, манго-деби проект, и в нем, есть, вот такой, много-деби, предикат билдер, собственно говоря, если я возьму, вот эту штуку, вот таким вот образом, и, поставлю его, вместо, использования проекта, непосредственно, вот сюда, то, вот этот предикат билдер, у меня будет работать, с этой коллекцией, в общем-то, ничего не поменяется, это, на самом деле, очень круто, единственное, что, у меня, ну, версия, она, собственно говоря, 6.0, там, потому что, такие хитрые хитрости, используется, в общем, она тоже есть доступ, и в нугет, такой, вы можете найти, и использовать его, в своих сборках, без использования, юниту ворка, вот если предикат вам, билдер такой нужен, то, в общем-то, welcome, ну, и к чему, это, собственно говоря, все идет, это ведет к тому, что, достаточно сложное выражение, таким же образом, можно строить, собственно говоря, как и, вот здесь, то есть, MongoDB, это его плюшка, такая фишечка, когда нужно фильтр собирать, из нескольких фильтров, но и для iQueryable объектов, это делается тоже, на самом деле, очень просто, по условию, собрать те или иные предикаты, то есть, если я, допустим, захочу, ну, вот вспомним, да, что у меня для начала был, предикат, который звучал, вот таким вот образом, давайте я так скопирую, здесь напишу, икс, title, ну, давайте я обратно соберу, я просто хочу показать, как это работает, чтобы, в общем-то, не было вопросов, то есть, если я здесь поставлю, вот такой вопрос, и скажу, что я хочу, END, то есть, в коллекции предикатов складывать, по условию END, тогда мне нужно сделать, вот такое условие, здесь у нас будет написан предикат, вот, а если, допустим, у меня нет желания, ну, пусть будет два, а если мне нужно сделать, чтобы здесь было OR, ну, то есть, либо то, либо то, тогда я здесь поставлю, должен OR, вот, собственно говоря, вся фишка, и все сложности с этими предикатами, то есть, вы можете набирать те или иные условия, на основании того, нужно вам складывать, ну, то есть, логическое END, или логическое END использовать, вот, вот так вот это примерно работает, так, ну, наверное, на этом я с вами буду попрощаться, сейчас я закомечу версию, и у нас появится новая версия 1.1, и в ней, собственно говоря, появится уже вот эта вот сборка предикат Builder, вот этот Extendable, и, собственно, в общем, одним из плюсов, я считаю, что вот это вот использовать, ой, вот этот, вот этот подход хорошо, даже в работе с MongoDB, тогда, когда вы собираетесь MongoDB поменять, ну, например, на Postgres, или, не знаю, MySQL, или Entity Framework, в конце концов, где, собственно говоря, тоже можно использовать вот эти вот предикаты, и тогда, единственное, что в вашем коде нужно будет сделать, вот этот вот, 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 просто убрать, и все заработает, из коробки, это, на самом деле, мне кажется, очень круто, тогда, ну, в общем, не знаю, решат, конечно, вам. Спасибо большое, что смотрите, вам всего доброго, и пишите правильный код. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова